Всем привет! Всем привет! Ну, главная тема недели, она не совсем нефтегазовая. Одна из главных тем — это атаки дронов на Киев, которые продолжает... Киев и другие украинские города, которые продолжает Россия. Дроны эти иранского производства, Тегеран и Москва это отрицают. Но вот Госдепартамент США уже предупредил, что, собственно, усиливающийся союз Москвы и Тегерана должен рассматриваться миром как угроза. Я хотел бы с вами обсудить эту ситуацию. Ведь, казалось бы, еще недавно, летом, Иран и США при посредничестве Евросоюза обсуждали возобновление ядерной сделки. Следовательно, возвращение иранской нефти на мировой рынок. Вместо этого прошло несколько месяцев. Видимо, сейчас о ядерной сделке приходится забыть. И почему так произошло? Почему Иран вместо того, чтобы торговать нефтью с США и всем миром, торгует дронами с Путиным? Ну, я думаю, что иранцы сами себя загнали в такую ситуацию. Ну, поскольку они начали с того, что выдвигали неприемлемые условия на переговорах с американцами. Они, например, требовали, чтобы американская администрация выдала им какие-то гарантии того, что будущие администрации в Белом доме не будут никоим образом менять нынешние договоренности с Ираном. Это невозможно, учитывая систему, по которой складывается исполнительная власть в Соединенных Штатах Америки. Это, конечно, раз. А второе – это, ну, да, действительно, нынешняя администрация в Белом доме, она очень много сделала для того, чтобы поссориться с врагами Ирана, то есть с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива. И сделала, на мой взгляд, не самые убедительные попытки как-то наладить отношения с Тегераном. Вот не получилось у них наладить отношения. А сейчас, тем более, когда иранцев поймали фактически на помощи России в войне против Украины, то я думаю, что снятие эмбарго с иранской нефтью отодвигается еще дальше. Иранцы, конечно, опровергают все эти сообщения, но здесь я должен вспомнить никого иного, как Геродота. Вот что удивительно. В свое время Геродот обратил внимание на то, что в Иране, в то время в древнем Иране, одним из самых тяжких прегрешений считалась ложь. Иран по-древнеиранский друг. Вот этот вот друг, ну это было чудовищное преступление против нравственности. И иранцы всегда славились тем, что они никогда не врали, а говорили прямо и откровенно все, что они думают. Вот после завоевания Ирана арабами и установления ислама в Иране, там появилось, ну, вот как-то другое совершенно отношение к вранью. И во всей могучей классической персидской литературе только две строчки. Один бейт у Саади, воспевает правдивый путь. Путь праведный, когда, в общем-то, с которого не сбиваются. А все остальное, это очень много лицемерия, очень много лжи, когда иранцы, несмотря на все доказательства, говорят, что, извините, это не наши там дроны летают, мы там ракет не будем предоставлять России. То я думаю, что это вот относится к новому качеству иранцев, которые прибегают и к лицемерию, и к сокрытию своих намерений и так далее. От древних иранцев они очень сильно отличаются. Вот, кстати, о лицемерии. Госдепартамент рассматривает это как укрепляющийся союз Москвы и Тегерана. Но вот с точки зрения Тегерана, как вы считаете, это действительно ставка стратегическая на долгосрочное партнерство с Кэмэлем? Либо это такая сделка, конкретная, решающая сиюминутные задачи? Нет, я думаю, у иранцев это очень конкретный, прагматический подход сейчас. Он всегда был такой в отношениях Советского Союза, в отношениях России. И особенно с учетом того, что российская власть, она, вот нынешняя российская власть, она пытается, ну, как бы дружить со всеми, заискивать перед всеми. Заискивает перед Саудовской Аравией и одновременно заискивает перед Ираном. Они же противники, а как там быть? Катар, например, с Турцией. А те же саудовцы, йеменцы и так далее, и так далее. То есть там полная неразбериха. И Талибан у нас сейчас в друзьях у Москвы ходит. То есть все используют Москву, все используют Кремль только в качестве какого-то политического инструмента, пугала. Вот выгоду надо получить от американцев, даже от Евросоюза во многих, от китайцев. И начинают пугать их тем, смотрите, вот мы сближаемся с Москвой, вам худо будет, вот поэтому мы от вас уйдем в другой московский лагерь. На самом деле, конечно, это вот чистое, ну, жупел, или как уж там его можно обозвать, для того только, чтобы получить какие-то выгоды в отношениях с сильными партнерами или с сильными компаньонами даже. Те же саудовцы абсолютно точно так же себя ведут. Они показывают, что они дружат с Россией, хотя им это особенно не нужно ни в коем случае. Американцы пугаются. Смотрите, сколько публикаций в американской печати сейчас о том, что саудовцы играют на руку Путину, что они теперь, у них альянс с Россией. На самом деле этого не существует, но чтобы попугать американцев, да, это в первую очередь, что иранцы, что Эрдоган, что саудовцы, ну, надо американцев напугать. Вот мы вернемся обязательно еще к теме Эрдогана, разумеется, на этой неделе, в общем, никак без Эрдогана. Про Иран хотел еще один вопрос задать по поводу, собственно, выхода, уже, видимо, окончательного выхода Ирана из ядерной сделки. Если это так, то получается, Россия сейчас своими собственными руками себе создает конкурента на рынке токсичной нефти, если так можно выразиться. То есть это обе страны, Россия будет под нефтяным эмбаргом с декабря, Иран под эмбарго уже давно, и теперь они будут конкурировать за одни и те же рынки токсичной нефти. Правильно я понимаю? Совершенно верно, потому что раньше была такая идея, вот иранцы начнут помогать России контрабандой отправлять российскую нефть там куда угодно, научат ее своим методом, помогут. А зачем им делить рынок с Россией? Совершенно верно, то есть это конкуренты, и всегда были конкуренты на нефтяном рынке. Конечно, Иран будет втихомолку продолжать под видом нефти из Малайзии отправлять нефть в Китай, перегружать в другие суда, отключать транспондеры на танкерах и так далее. Но Россия это сделает гораздо труднее, потому что Иран ближе к тем рынкам, а из России возить с Балтики или из Черного моря нефть, скажем, в ту же Индию гораздо накладнее, чем Ираку, Ирану, Саудовской Аравии, Индию снабжать их собственной нефтью. Да, конкуренция здесь будет, и никакого сотрудничества, конечно, не получится. Была идея когда-то через иранскую территорию перегружать российскую нефть. Даже такая была идея, вот где-то взять из Астрахани, наладить танкерные перевозки в порт Нека на иранском побережье Каспия, оттуда через весь Иран гнать нефть по трубам к Персидскому заливу, оттуда отгружать под видом то ли иранской, то ли российской. Но это невозможно. У Ирана с 52-го года в законах говорится, что нефть и газ на территории страны принадлежат Ирану. И никакого иностранного вот какого-то объема нефти или газа в Иране просто не существует и не может существовать по закону. Поэтому это тоже чисто пропагандистские фокусы, а на самом деле ничего такого не произойдет. Вот еще об одном пропагандистском фокусе, реализации которого под большим вопросом, и собственно к теме Эрдогана уже упомянутого выше. Накануне Эрдоган сообщил о том, что он договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции. Мы обсуждали на прошлой неделе, что собственно вы говорили, что Евросоюзу такой хаб в общем-то не очень нужен с российским газом. И вот сейчас вот Урсула фон дер Ляйен собственно подтвердила это. Она сказала, что за 8 месяцев Евросоюз уже успел заместить 2 трети объемов российской нефти. Эрдоган говорит, что он согласен на строительство газового хаба. Почему, почему российского газа, прошу прощения, почему Эрдоган так быстро согласился и собственно зачем это России, если мы понимаем, что Евросоюз скорее всего не будет выкупать эти объемы газа, зачем это нужно? Эрдоган умный. Вот он не раз показывал себя дальновидным политиком, хитрым, умным, быстро реагирующим на любую возможность. А здесь возможность получилась потрясающая совершенно. Когда Путин опять, в который раз, вот первый раз это было в начале декабря 2014 года, опять завел разговор о каком-то хабе, хотя трубочка из России через границу Болгарии в Евросоюз из Турции идет очень маленькая, максимум 16 миллиардов кубометров в год. Тем более там все эти объемы уже давно расхватаны и вдруг какой-то хаб там собирается строить. Эрдоган вот на безумных идеях Путина, как вот путинские дружки всегда на абсолютно безумных геополитических идеях Путина делали неплохой гешефт. Никому не нужные проекты, грандиозные государственные вложения, бюджеты, субсидии, бог знает что. А Эрдоган сразу увидел выгоду и сказал, да, вы знаете, мы это будем вам продвигать, мы за вот этот замечательный хаб ваш, но вы уж пожалуйста там цену на российский газ снизьте нам на 25 процентов, то есть на четверть. И давайте договоримся, платить я вам начну только с 2024 года. Вот что нужно Эрдогану, у него на следующий год выборы и на этих выборах он покажет, посмотрите, у меня газ чуть ли не бесплатный, я вам поставляю населению страны, вам надо за меня голосовать и все. Там он прекрасно обыгрывает вот безумство и глупость российского президента. Хорошо, а российскому президенту зачем это? Это просто пропагандистский такой пиар-проект, который никогда не будет реализован. А он не понимает, он просто этого абсолютно не понимает, потому что это некомпетентный человек. Вот ему говорят, что Европе это не нужно, Европа научилась. Нет, он все-таки еще думает, мы Европу заморозим, у нас будет контроль над нашим хабом и все прибегут на этот хаб на турецкой территории и будут оттуда покупать газ. Сейчас как, кто туда побежит и кто будет оттуда покупать какой-то газ дополнительно к тому, что у них уже есть. Вы посмотрите, несколько десятков танкеров уже болтаются в море около терминалов, которые европейских, не в силах принять весь тот газ, который рынок им предлагает. То есть газа на рынке сейчас гораздо больше, чем нужно той же Европе. Китайцы уже перестали, они раньше торговали газом, который у них вот сжижный природный газ поступал в Китай, они его отправляли в Европу, потому что там цены прекрасные, а Китаю сейчас столько этого не нужно. Так вот сейчас ажиотаж на этом рынке, толкаются у терминалов, терминалы не в силах принять. А Путин все еще думает, что он Европу замораживает и те сейчас капитулируют и отменят санкции, прибегут извиняться и скажут, что нам без российского газа вообще не прожить. Он не понимает, он просто не понимает это. Вот, кстати, по поводу вот этой вот новости о том, что танкеры курсируют возле берегов Испании и Португалии, они не могут, собственно, СПГ сбыть в Европу, потому что у Евросоюза не хватает мощностей по регазификации. И здесь на этой неделе была замечательная новость от представителей Еврокомиссии о том, что за 9 месяцев Евросоюз нарастил не только импорт вообще СПГ международного, но и импорт конкретно российского СПГ на 50% в год к году до 15 миллиардов кубических метров. И это, собственно, составляет 17% от всего вот этого громадного закупленного Европой объема СПГ. И здесь возникает вопрос, если с одной стороны Европа декларирует отказ от закупок природного газа из России, но замещает эти закупки в том числе за счет сжиженного природного газа российского, нет ли в этом противоречия? Так, здесь все зависит, как всегда, от системы координат. А что считать российским газом? Вот газ, который произошел с российской территории, или этот газ, от которого Россия просто отказалась, и не она его добывала, и не она им торговала. Ну, вот посмотрите, какой газ идет сейчас в Европу, да не только в Европу. Значит, это два крупных российских проекта. Первый проект, который работает уже некоторое время, там три с половиной линии работают, они вполне могут 20 миллионов тонн сжиженного газа в год выдавать, даже больше немножко. Это проект Ямал-СПГ. Это международный консорциум. Там больше всего у компании Новотек, которая не вполне российская, там есть иностранный капитал в этой компании, это раз. Второе, там есть французы, Total Energy, там есть две китайские компании, и вот газ, который там добывается, это газ, он уже, когда из земли поднялся наверх, и дошел до завода по сжижению газа, который стоит прямо на месторождении, рядом с портом, рядом с терминалом. Но этот газ уже не принадлежит России. Он принадлежал бы России, если бы она получала за него хоть что-то. И вот этот международный консорциум, он освобожден от уплаты всех налогов. То есть этот газ уже принадлежит не России, а вот этой компании Ямал-СПГ. И когда китайцы, которым там примерно 29,9% принадлежит вот в этой компании, они берут этот газ, он им уже принадлежит. Это китайский газ, он принадлежит китайской компании. Китайская компания, она обычно везет его не по северному морскому пути в Китай, а везет его на запад в сторону европейских терминалов. И там его реализуют. То же самое делают французы. И то же самое делает Новотек. То есть это газ, он из России, но он не российский. Россия от этого ничего не имеет. Второе, это у нас второй, вернее первый по времени, но второй по значению терминал проекта Сахалин-2. На Сахалине, на южной точке. Это когда-то Шелл строила с японскими партнерами, потом туда влез под административным нажимом Газпром, который получил контрольный пакет. Но этот газ в основном идет по долгосрочным контрактам и в основном даже в Японию. Некоторые объемы попадают в Китай, попадают в Корею, но по сравнению с японскими закупками под долгосрочным контрактом, там их не очень много. Да, вот этот газ, но он опять-таки, он принадлежит не России, он принадлежит международному консорциуму, который по совершенно правительству, да, платит налоги, платит какую-то долю. Но говорить о том, что вот эта Россия экспортирует газ тоже нельзя. Единственный газ, который сейчас в сжиженном виде уходит из России на экспорт, но в более или менее таких объемах, это очень маленький проект Газпрома на Балтике, в той точке, где Северный поток входит в воду, недалеко от Выборга. И вот оттуда уже пошел первый газовоз, который партию российского газа, Газпромовского газа доставил в Грецию вот совсем недавно. И сейчас скоро уже грузится там второй газовоз. Да, вот это вот идет, но надо учесть, что никакие санкции против газовой отрасли России, вот против экспорта российского газа, во-первых, не существует, никто их не принимал никогда. И второе, это газ, который реализуют трейдеры. Это не сами компании. Вот газ купили они в России, а дальше уже, куда они его повезут, это туда, где цены более или менее выгодны. Да, действительно, вот если проследить путь этих судов, то часть из них выходила от российских терминалов. То ли Сахалин, то ли Ямал. Но, тем не менее, говорить о том, что Россия на этом как-то уж очень сильно наживается, я бы не стал. Вы упомянули Северный поток, разумеется, наверное, главная тема этого осеннего сезона, взрыв на Северных потоках. Шведские СМИ на этой неделе опубликовали замечательное видео. Вот сейчас вот режиссер его нам демонстрирует на экране. Это Северный поток, как он выглядит сейчас. Главный вопрос к вам, Михаил Иванович. Можно ли по этому видео ответить на главный вопрос? Изнутри или снаружи был произведен взрыв на Северных потоках? Я не могу сделать себе определенного никакого вывода пока. Вот я вижу, вот сейчас показывают, какие-то куски металла, труб, которые вывернуты изнутри наружу. Ну, это как доказательство того, что взрыв произошел изнутри. Но я не исключаю, что это могло произойти в результате того, что газ под давлением вырвался в это отверстие. И тоже что-то такое там, какой-то эффект от этого получился. Вот пока куски этого не обследованы как следует, куски трубопровода, пока их, наверное, могут, конечно, поднять на поверхности, там обследовать. Хотя на это нужно довольно много усилий и времени. Вот сказать ничего уверенно нельзя. Это мог быть и взрыв снаружи, мог быть изнутри. Но взрывы изнутри я не исключаю. То есть, если это был взрыв внутри газопровода, можно сделать почти стопроцентный вывод, что это было сделано, если не руками Газпрома, то с ведомым Газпромом. Да, то есть, единственное, у кого был доступ внутрь трубы, это российская сторона. В данном случае Газпром технически мог это сделать совершенно просто и спокойно. Но поскольку Газпром у нас управляется напрямую из Кремля, поэтому понятно, если взрыв изнутри, то он был сделан с указания Кремля. Ну вот еще одна газпромовская история на этой неделе, она продолжающаяся, она очень долго уже продолжается в этом году. Газпром угрожает Молдавии расторгнуть контракт на поставки газа из-за того, что Молдова-Газ регулярно нарушает сроки оплаты. И вот как вы правильно упомянули, что Газпром управляется из Кремля, следовательно, во всей этой молдавской истории Газпрома, есть ли там, можно ли говорить о какой-либо политической составляющей? Ой, там политика-то все время была, всегда в отношении Газпрома с Молдовой, потому что сначала Газпром хотел заставить Молдову платить за тот газ, который из России поставляют в Приднестровье. На что Молдова сказала, извините, мы никак не можем проконтролировать ни распределение, ни потребление этого газа, и оплату этого газа, то есть Молдова никак не может осуществить с территории Приднестровья. Но это очень долго тянулось. Но у Молдовы тяжелые положения, они не могут платить, у них в бюджете просто столько денег не хватает. Они получали отсрочку, получали какие-то льготы, много там было политической, чисто политической торговли. Но в принципе я думаю, что Молдова вполне могла бы за все это время договориться с соседями, с той же Румынией, чтобы каким-то образом получать хотя бы часть газа оттуда, от европейских трейдеров, из европейских сетей, а не из России. Скорее всего им придется это рано или поздно делать, а пока это, ну, Молдове обещают, это кнутая пряника политика. Пожалуйста, мы вас можем оштрафовать, отключить вам газ, если вы будете артачиться. Или наоборот, мы вам дадим газ с большой отсрочкой, да еще и в кредит, да еще и цену понизим. То есть, если все будет в порядке с вашей политикой, с вашим отношением к Украине и к России. Так что, да, там чистая политика. Скажите, а почему Молдова действительно не может найти альтернативных поставщиков до сих пор в такой ситуации? Потому что это постоянно, вот эти вот конфликты с Газпромом происходят. С Румынией, вот вы упомянули об этом. Да, были планы, были планы, договоренность. Но у Румынии у самой не так много газа, собственно. Когда-то она тоже по трубе из России часть газа получала. Часть газа они, конечно, добывают. Но сейчас вроде бы они договорились. Большую часть газа они сами хотят добывать. Там вроде бы даже новые некоторые открытия у них на шельфе Черного моря произошли. Не так уж много, не такие большие. Но, в принципе, Румыния сейчас спокойно из этого положения выкручивается. Но с Молдовой могли бы наладить такие отношения. Почему? Я тут не хочу касаться политики. Здесь дело, опять-таки, политическое. Это отношение молдавского правительства с румынским правительством. Поэтому... И вообще отношение Молдовы к Евросоюзу. Там какие-то странные отношения все время. Мне представляется, что в руководстве Молдовы до сих пор очень сильно пророссийское было. Михаил Иванович, вот здесь вот срочное сообщение мне прислали. ФРГ освободилась от зависимости от российского газа. Это только что заявил Шольц. Да, я уже видел. Давайте это прокомментируем. Да, все. Они обещали в декабре это сделать. И получилось раньше. То есть, Германия получает достаточно газа для того, чтобы не получать его совсем из России. То есть, раньше были отключены маршруты «Северный поток-1». Но «Северный поток-2» так и не заработал. Российское правительство отключило маршрут через Беларусь и Польшу. То есть, Ямал-Европа. Затем сократило до минимума прокачку через Украину. А там через Австрию и Германия тоже получала часть какой-то газа. А сейчас они решили, что все, достаточно сделали. Они для этого много. Вот они где-то уже действительно с декабря начнут получать сжиженный газ на свои какие-то терминалы. Уже получают газ с западного направления и с Франции. Раньше они качали газ в сторону Франции, а сейчас оттуда идет. Они получают газ через терминалы в Нидерландах и в Бельгии. Сеть работает. Все замечательно. Все те же газопроводы, которые когда-то «Газпром» планировал использовать для поставки газа с «Северного потока» в сторону вплоть до Великобритании. Вот идущие на запад газопроводы, они работают сейчас, но в противоположном направлении. Германия от зависимости от «Газпрома» избавилась полностью, да еще и с опережением графика. А когда-то это был вот после Украины самый крупный потребитель российского газа. По данным статистикам в Германии, пик потребления был 52 миллиарда кубометров в год. Вот такой вот «Газпром» тогда докладывал, что 57, но это все было враньем, потому что часть газа «Газпром» продавал туда чужого, то есть перепродавал. Ну вот 52 миллиарда кубометров, вот они исчезли из того уравнения, из того баланса, который российский газовый экспорт мог бы иметь. Я посмотрел последние данные Международного энергетического агентства. За этот год «Газпром» сократил свои поставки в дальние зарубежья, так называемые, на 78 миллиардов кубометров. Ну вот это по сравнению, ну там разные подсчеты, кто говорит 155, кто говорит 125, но все равно на 78 миллиардов кубометров за год сократить поставки, это значит убить. Причем это по воле «Газпрома», это не по воле Европы, не по воле потребителей европейских. А это по личному указанию товарища Путина «Газпром» просто взял и стал убивать свою экспортную нишу. Вот, да, Германия показала, что это можно делать. Михаил Иванович, вот я хотел вас спросить. Накануне была новость о том, что совет директоров «Газпрома», он на фоне, в общем, вот потери рынков сбыта, о которой вы говорите, он одобрил увеличение инвестиционной программы, причем до рекордных объемов, на 13%, до рекордных почти 2 триллионов рублей. 2 триллиона рублей «Газпром» в этом году потратит на инвест-программу. На что он потратит? Помимо того, что это развитие мощностей газопровода «Силы Сибири», это развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке России. С востоком России понятно, но вот с полуострова Ямал газ, по-моему, шел в основном как раз в Европу. И вот здесь вот Германия объявляет о том, что она крупнейший экспортер нефти, российского газа, объявляет о том, что они избавились от зависимости, но тем не менее «Газпром» продолжает наращивать инвест-программу, свой капекс в развитии, в добычу газа. Зачем? Почему? А смысл-то в этом никакого... Нет, смысл есть большой. То есть, если есть бюджет, надо его распилить. Это уже совершенно определенно, это газпромовская такая. Давайте вот нужно, не нужно, но вот лишь бы деньги на это выделялись. У «Газпрома» на Ямале, ну, работает только на новую разработку. Это Харасавей, проект Харасавейское месторождение, хорошее, большое месторождение. Оно должно выступать в паре с уже работающим Баваненковским месторождением. А Баваненково только одно, может в год давать 135 миллиардов кубометров газа. Ну да, вот эти вот месторождения, Баваненково-Харасавей, а возможно, в будущем еще есть несколько проектов, которые дожидаются разработки, они могли бы заменить те легендарные месторождения в Надым-Пуртазовском районе, откуда раньше «Газпром» в основном газ свой качал. То есть, вот вокруг Нового Уренгоя, Ямбург, Уренгоя, Юбилейные, Медвежьи, вот те легендарные месторождения, которые, ну, близки уже к исчерпанию. Не все, но большинство уже близко к исчерпанию. Да, куда девать этот газ, совершенно невозможно понять. А что касается разработки газовых месторождений на востоке страны, то, ну, вы посмотрите, Якутия, у нее потребность в газе 7 миллиардов кубометров в год, а в Якутии 235 миллиардов кубометров газа уже доказанных запасов, которые можно было бы разрабатывать. Этот газ, вот уже его разведали, а куда его девать, никто не знает. Вот труба куда-то может пойти на 800 километров или больше до побережья Охотского моря, и там какой-то терминал по сжижению строить, завод по сжижению строить. Во-первых, затраты. Во-вторых, нет технологий отечественных нормальных, импортные никто не даст. А потом и рынок-то уже сейчас нормальный сжиженного природного газа. В Китай оттуда что-то тянуть? А китайцы сказали, нам больше газа от вас не нужно. То есть мы вполне свои потребности покрываем. То есть вот Якутия оказалась запертой там вместе со своими запасами газа, которые некуда девать. Я помню, мы даже помогали в своей компании тем, кто пытался оттуда каким-то образом газ извлечь и дальше куда-то отправить. Даже обсуждалась возможность производства метанола на месте из этого газа, а затем железнодорожными цистернами этот метанол возить в Китай. Оказалось, что это тоже некоммерческое предприятие. Министерства наши разные, они все рекламировали, что будет завод по сжижению газа из Якутии куда-то, вот какое-нибудь из побережья доставят, и там будет сжижаться. Все это туфта оказалась на поверку. И когда Газпром говорит, что на востоке России будет разведывать новые запасы или разрабатывать новые запасы, это тоже притворство, это глупости. Никто туда действительно деньги вкладывать не будет. Я могу только предположить, что эти деньги будут распилены на подпроект будущей силы Сибири-2, которые наверняка начнут строить, потому что, да, нужно же эти, осваивать в кавычках вот эти средства, несмотря на то, что Китаю этот газ не нужен, и Китай от него, в общем-то, пока отказывается. Ну да, раз выделены деньги, то надо. У нас же есть масса таких проектов, как какой-нибудь у Роснефти, у Восток Оил или еще чего-нибудь. Я целый список могу привести таких проектов, которые абсолютно коммерческие нонсенсы. Но главное, чтобы правительство выделило под это дело хорошее средство. Ну да, и вот теперь на горизонте маячит новый такой коммерческий нонсенс в виде газового хаба для Эрдогана. К теме нефти хотел я перейти. Важная новость из США на этой неделе, что в ответ на недавнее решение ОПЕК+, о снижении нефтедобычи США выставят на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Они делают, по-моему, это второй раз в этом году. Насколько это важная вообще новость, о чем она говорит, о чем она свидетельствует, на что надо обратить внимание? На мой взгляд, это немножко грустная новость, потому что я вижу, с моей точки зрения, это неправильная стратегия американского руководства, потому что запасы вот эти стратегические, они создавались для чего? Для того, чтобы преодолевать тяжелые моменты в экономике, в энергоснабжении и так далее. Они не создавались для того, чтобы конкурировать с ОПЕК в попытке сбить цены, мировые цены на нефть. Вот они не для этого создавались. А сейчас вот на призрачную какую-то цель администрация Байдена пытается вот использовать стратегические запасы нефти, которые накоплены в Соединенных Штатах. Да, уже очень много потратили на это. Эффект минимальный, если вообще никакой. И дальше, я думаю, тоже эффект будет никакой, потому что баланс сейчас спроса и предложения на рынке, он совершенно не определяется вот этими 15 миллионами баррелей, которые американцы продадут из своих запасов. А потом надо учитывать, что эти запасы потом придется пополнять. То есть опять начнется активная скупка. Государство будет скупать нефть у нефтяных компаний, двигая цены вверх. Это палка о двух концах. Потому что, ну, я, конечно, не могу каким-то образом рекомендации давать американскому руководству, но в данном случае, на мой взгляд, они поступают неверно. Вот про американское руководство и, возможно, рекомендации. Вот Михаил Крутихин, чего бы их не дать, с другой стороны. Администрация Байдена, она в который раз уже на этой неделе заявляет о том, что они намерены пересматривать отношения Саудовской Аравии как раз из-за решения ОПЕК о сокращении добычи нефти. И в целом, как здесь можно прокомментировать вот эту весьма болезненную, кажется, реакцию Байдена и его команды? Вот какие струны удалось задеть саудовцам, что они вот так вот реагируют? Ну, так саудовцы показали, что им всё равно, какие там решения принимают в Соединённых Штатах по Национальному резерву нефти, какие уговоры. Ну, в принципе, даже в Соединённых Штатах что-то идёт вроде скандала. Говорят, вы посмотрите, о чём вы беседуете с саудовцами, что вы им там предлагаете. Администрация не может так себя вести. И ради каких-то выгод мнимых обещать что-то стратегическое саудовцам или наоборот ссориться с саудовцами по какому-то поводу. Вот здесь из пушки по воробьям получается. А саудовцы в данном случае, они укрепляют свои позиции. Ну, то, что они там пугают американцев союзом с Россией, это всё временное, конечно, явление чисто пропагандистские. А вот то, что саудовцы сейчас вместе со своими партнёрами по ОПЕК, по ОПЕК+, сократили так называемые квоты на добычу нефти, ну, они чисто теоретически на 2 миллиона баррелей в сутки сократили. Ну, сократили-то они вот эти потолки, которых надо придерживаться, а не физические объёмы. Физические объёмы они сократили где-то на 1 миллион, 1,2 миллиона баррелей в сутки, сократили поставки, реальные поставки. Со следующего месяца, кстати, они сейчас на рынок. Они получили в свои руки, ну, довольно мощное такое усиление своей позиции по торгу на рынке нефтяном и по рычаге воздействия на этот рынок. Если раньше у Саудовской Аравии где-то, ну, полтора, максимум полтора миллиона баррелей в сутки были запасная мощность, вот, который, потенциал добычи, который не используется пока. Его можно было, вот его не хватало для того, чтобы сильно подействовать на рынок. Раз выбросят на рынок такую добычу, ну, на какое-то время немножко это всё подействует, а дальше всё пойдёт по-прежнему. А теперь им и партнёрам в руки попадает, ну, значительно больший потенциал добычи, который можно, ну, просто пугать рынок. Ребят, если вы там разбалуетесь, мы сейчас вам выбросим на рынок, ну, 4-5 миллиона баррелей в сутки, начнём добывать больше, и тогда у вас цены действительно посыплются вниз как следует. Вот это рычаг и экономического, и политического давления. Это показатель того, что действительно ОПЕК плюс и ОПЕК, они могут играть роль какого-то международного картеля. Вот не случайно в Америке опять пошли разговоры о том, что давайте-ка мы вернёмся к плану создания НОПЕК. То есть это даже не нужно новое законодательство принимать. Есть старый акт Шермана, который можно запустить, и к нему какое-то приложение принять, какую-то небольшую поправочку, сказав, что, вы знаете, под закон об ограничении картельных сговоров могут попадать даже отдельные государства за пределами США. Вот как только такая поправочка будет принята, и тогда у американцев будет довольно мощный рычаг воздействия на ОПЕК, на всех тех, кто сотрудничает с ОПЕК и так далее. Но это тоже палка о двух концах, потому что тогда цены взлетят не опустятся, а наоборот взлетят вверх из-за затруднения мировой торговли нефтью. Поэтому, когда пугают вот этим НОПЕКом, то, скорее всего, это тоже на практике вряд ли осуществится. Будем следить за развитием событий в взаимоотношениях непростых США с Саудовской Аравией, с другими членами ОПЕК-плюс и в том числе с Россией. Михаил Иванович, спасибо вам огромное за этот разговор. Вам спасибо и удачи в эти дни. Спасибо. Это был Михаил Иванович Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, наш постоянный эксперт. Меня зовут Кирилл Седов. В этом месте я, как обычно, во второй раз за передачу прошу вас ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал, потому что это действительно помогает нам в нашей работе. Сразу после программы Таруба смотрите очередной эфир новостной программы «Воздух». Там сегодня будет очень интересно. Мы с вами обязательно увидимся через неделю. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok